С 1 января соседняя Литва переходит на евро. Таким образом завершится вступление балтийских стран в монетарный союз ЕС. Все ли готово к этому историческому шагу? Репортаж из Литвы Сергея Герасимова. Ввоз в Литву евробанкнот и монет, как и в Латвии, был целой спецоперацией. Для проезда бронированного конвоя перекрывали улицы. Водителям приходилось стоять в пробках. Номинал ввезенных в страну евробанкнот не разглашается. Есть данные только по монетам, которые чеканили здесь же в Вильнюсе. Их 370 миллионов штук. Последние дни перед Новым годом в Литовском Центробанке особо напряженные. С введением евро мы ожидаем увеличение экспорта страны, усиление конкуренции на рынке и, несомненно, увеличение потока инвестиций в Литву. Ведь теперь вся Балтия станет единым рынком с единой валютой. Отправной точкой в мир евро для многих литовцев должен стать вот такой стартовый комплект, очень хорошо знакомый латвийцам. Внутри этого пакетика 11 евро 59 центов. Здесь в Литве такой стартовый комплект стоит 40 литов, хотя на самом деле по официальному курсу внутри на два литовских цента больше. Получается, что Центробанк округлил содержимое в пользу потребителя. Легко почитать, что если всего было произведено 900 тысяч таких стартовых комплектов, получается, что государство подарило потребителям почти 6 тысяч евро. Последние шаги на пути к литовскому евро буквально скопированы с латвийских. С 1 января две недели в обращении обе валюты. Бесплатный обмен в коммерческих банках и на почте в течение полугода в банке Литвы без ограничений по времени. Фиксированный курс 1 евро 3 лита 45 центов. Готов к новой валюте и литовский бизнес. В конфедерации работодателей напоминают, что вместе с введением евро страна обязуется держать свою экономику в хорошей форме, то есть выполнять мастерские критерии. Это важно для бизнеса. Также Литва передаст контроль за своей монетарной политикой Европе. Это страховка от порой бездумных действий властей. Мы видим, сколько наш республиканский центральный банк сделал ошибок. Особенно в сфере присмотра за коммерческими банками. Сколько у нас было в этих банкротах, которые могли и не быть. Мои вот соображения, что все-таки мы вступаем в клуб, где определенные правила поведения, как говорится, но ты же в клуб джентльменов не придешь там с этим, с баскетками там или спортивным костюмом. Тебя же сразу выбросят. Членство в еврозоне до 2020 года обойдется Литве в 600 миллионов евро. Но это станет последним шагом для полноценного членства в ЕС. В министерстве финансов выделяют и геополитические аспекты. Присоединение к Куманитарному союзу — это политический шаг. Он обеспечивает нам мягкую безопасность. Жесткую безопасность нам уже обеспечивает членство в НАТО. Теперь мы станем членом группы из 19 стран. И все решения в первую очередь утверждаются в этой группе, а уже затем выдвигаются на обсуждение среди всех 28 стран ЕС. К введению евро с 1 января все готово, говорят власти Литвы. Дело за логистикой. Доставка евро, монет и банкнот предприятиям уже в полном разгаре.